Гаджеты служат рассадником страшных инфекций. Почему мы все еще живы? Гаджеты служат рассадником страшных инфекций. Почему мы все еще живы? 8 часов 17 августа 2019 года. Обновлено. 8-6 17 августа 2019 года. Фотолия, стезайн 1. Инфекция. Фотолия, стезайн 1. Москва, 17 авгрия новости. Альфия Юникеева. Микобактерии туберкулеза, золотистый стафилококк, кишечная палочка – это далеко не все, с чем можно столкнуться, просто нажав кнопку лифта или дотронувшись до дверной ручки. Рея новости вместе с экспертом разбирается, откуда грозят нам эти опасные инфекции. Бактериальная колонизация. В течение года международная группа ученых наблюдала за тем, как микроорганизмы постепенно заселяют новую больницу при Чикагском университете, США. Первые сведения о количестве бактерий и местах их распространения исследователи стали собирать за два месяца до открытия госпиталя. Тогда в здании было только два вида микробов – Асентобактер и Судомонез, обитающих в почве и воде. Уже через 10 месяцев после открытия в больнице было несколько сотен видов микроорганизмов, причем преобладали стафилококки, стрептококки и кориния бактерии, вызывающие, в том числе, дифтерию. Они были везде на потолке, стенах, мебели, технике, а также на одежде и коже пациентов. Большинство бактерий выживали, даже несмотря на ежедневную дезинфекцию больничных помещений. Фото Даже туалетные комнаты в несколько раз чище. Так, патогенные микроорганизмы есть на 61% лифтовых кнопок и только в 43% туалетов. Что касается дверных ручек, то на них могут селиться практически все виды болезнетворных бактерий и вирусов. Когда микробиологи из Вустерского политехнического института обследовали под микроскопом 27 ручек на территории студенческого городка, они обнаружили 1323 бактериальных колонии. И это не считая вирусов. 29 июня 2017 года, 22.30 новости. Бактерии микрофлоры могут управлять эмоциями женщин, заявляют ученые. Похожие данные получили британские эпидемиологи. Правда, они также выяснили, что количество и патогенность микропоселенцев сильно зависят от формы ручки и из чего она сделана. Так, больше всего болезнетворных бактерий на больших неподвижных ручках дверей, открывающихся на себя, а меньше всего на медных ручках. Более того, медь и ее сплавы вполне можно использовать как средство борьбы с опасными патогенами. Согласно недавнему исследованию, медные ручки способны справиться даже с метицелинрезистентным золотистым стафилококом, МРСА, вызывающим у людей сепзис и пневмонию. РИА Новости, Владимир Семенюк, больше всего болезнетворных бактерий скапливается на больших неподвижных дверных ручках. РИА Новости, Владимир Семенюк, больше всего болезнетворных бактерий скапливается на больших неподвижных дверных ручках патогены, которые всегда с тобой самая населенная микробами места мы все время носим с собой. Это мобильный телефон. Мы пользуемся им очень часто, берем и чистыми, и грязными руками, кладем на самые разные поверхности и рядом с едой, и в туалете. Соответственно, кого там только нет, в том числе хватает и болезнетворных микробов. Прежде всего это возбудители различных острых кишечных инфекций. Например, кишечная палочка или вирусы, вызывающие норовирусную и ротовирусную инфекции. Кроме того, на телефоне могут быть и возбудители гриппа и ОРЗ. Это очень вероятный источник заражения, рассказал РИА Новости ведущий специалист по лабораторной диагностике Центра молекулярной диагностики Центрального неэпидемиологии распотребнадзора Михаил Лебедев. Согласно работе американских микробиологов, на экранах современных смартфонов живет почти 7000 видов бактерий. Преобладают стафилококки, стрептококки и палочковидные кориния бактерии. На смартфоне, как правило, можно найти до 80% микроорганизмов, которые в данный момент присутствуют на руках его владельца. 11 апреля, 12.49 РИА Новости Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые. На компьютерах бактерий и того больше. По данным специалистов, клавиатуры в сотни раз грязнее сидений унитаза. На них встречаются и золотистый стафилококк, и энтерококки, устойчивые к антибиотикам. Причем на гаджетах, принадлежащих женщинам, микроорганизмов значительно больше. Почему не происходит массового заражения? Всегда важно следить за гигиеной, мыть руки, не класть, например, гаджеты на стол рядом с едой. В конце дня протирать телефон. Правда, надо понимать, чтобы мы не предпринимали, мы никогда не обеспечим стопроцентной стерильности. Но этого и не надо. Значительная часть микроорганизмов, которые нас окружают, либо не патогенны, либо условно патогенны. То есть они могут вызвать какие-то проблемы со здоровьем лишь при определенных условиях. Скажем, если у человека ослабленный иммунитет или количество микробов слишком большой и так называемая инфицирующая доза, отмечает Михаил Лебедев. 24 июля, 14.15 РИА Новости. Ученые выяснили, как много бактерий содержит одно яблоко. Что касается безусловных патогенов, способных вызвать серьезные инфекционные заболевания, тут действует то же правило. Мы живем обычной жизнью, ездим в городском транспорте и постоянно встречаемся с микобактерией туберкулеза. Иногда мы даже получаем ее внутри организма. Но почему-то люди тотально не заболевают. Ответ прост. Ее слишком мала. Инфицирующая доза мала. Иммунитет с этим справляется. Это касается практически любой инфекции. Для того чтобы человек заболел, достаточное количество вирусов или бактерий должно одновременно проникнуть в человеческий организм, уточняет эксперт. Фотолия, Кейтерина, Underscore, Кон. Возбудителем туберкулеза бактерией. Майкобактерием туберкулозис. Мы практически ежедневно контактируем в общественном транспорте. Фотолия, Кейтерина, Underscore, Кон. С возбудителем туберкулеза бактерией. Майкобактерием туберкулозис. Мы практически ежедневно контактируем в общественном транспорте.